Ребятушки, всем привет! Все обросшие, не стрижные. Самоизоляция начинает сходить на спад. И давайте я вам покажу, какая она была в такси до этого. Можно поделить юно три этапа. Первый этап, как только ввели самоизоляцию. Так, ну ладно, я тут к гайцам подъезжаю, давай. Давай, давай. Здравствуйте, я как-то поеду. Ага. Я вообще на самом деле вот с той стороны, я живу там. Приехал сюда за клиентом, и клиент не дождался, он просто ушел. Я поеду сейчас на заправку, съезжу в Новый Косино и вернусь. А где жреть? Здесь железки? Да. На пробежье тоже здесь железки. Ну я купил квартиру, но я еще не прописался. У меня здесь же каста личная квартира. А у вас тоже программа «Помощник Москвы»? А то дали какую-то инструкцию, что поможете в Москве и проверять. А она не работает, еще не ввели это только. Ну ее дорабатываю. Ага. Ладно, я вам обратил. Ну что, сказали не пустят. Если не будет у меня с собой документов на том, что я живу, и у меня есть квартира в железке. Интересно. Второй этап, когда люди пытались ездить без пропусков и не понимали, зачем это делать. Пропуск есть у вас? Да, конечно. Давайте проверим. А? Давайте проверим его. Пларкот? Да. Вопрос. Через третью. Да блядь, уж жена телефон разбила. Пиздец. Дай мигарить. Действующий продукт с отсутствием, поездка запрещена. У меня просто тоже... Да, я понимаю, все прекрасно. Да, у нас агрегаторы поставили в такое положение, что они просто могут получать. Водитель, который будет возить. Да, я понял. Это даже, если бы я вспомнил, она бы здесь короткая, какая-то между домами. Понятно. Ты мышь, блядь, с кем-то пиздишь, блядь, только вошь. Заходи в приложение. Входят, заходи. Да. Смотри, там. Включен? Ну, включай, заходи. Ничего, водитель, надо тоже пробу справить, чтобы, блядь, у него проблемы были. Входи. 8025. Блядь. Короче, 50-ка один. Ты будешь подождешь на ожидание, поставь, пожалуйста. Все, я вернусь. Я бегу. Короче, самому бегу. Так, итог. Чувачок хотел поехать в Риотов. Недействительный пропуск. С пониманием. Мы с ним поговорили. 100 рублей он оставил, за то, что я устарел, ждал. Прошло больше 7 минут, ну ладно, ничего. Отменяем. И третий, когда они забили на пропуска вообще. Здрасте. Здрасте. Я вам писал, звонил QR-код есть? Да, тут же не нужно. Ну, здесь получается, Купална, это живота, одна станция отсюда. Здесь, ну, мы так в области находимся. В смысле? Купална здесь ехать, здесь ехать, буквально 5, 10, 7, 8 минут. Здесь ехать 13 минут. Ну, посмотрите, это область считается, что до 8 километров. Как не нужно? Мне инструкцию прислали, проверяйте всех QR-код. Если я его не проверяю, еду с человеком, меня блокируют. В чем у нас спор? Хорошо, а если мы поем, как думать, я? А не как такси. В смысле? У нас идет заказ, как я могу поем? Ну, хорошо, я сейчас заявил, что заказ мы заемем, что в пациенте туда вратно договоримся, все, я тебя плачу, и так не пробую. Привет, где сейчас? Не, братан, сори. Вызови другой, просто отмени, вызови другой такси, потому что я не поеду. Жертвовать своим рабочим положением ради того, чтобы отвезти тебя один раз и встроить потом с этим. Я не готов лично. А что, белый, зятя? Ну, инструкция для всех же есть, для всех людей. На МОС.Волл регистрируешь либо рабочих, либо молодой помощи. Здрасте. Здрасте. Так, у нас с вами Савинск улица 10, да? Пропуск есть? Да. Это шучу. Нет уже пропуск, уже не направление. Да? Да. Ну, по крайней мере, здесь. Ну, у меня еще от работы есть. Да, они, по-моему, все пропускатели, которые были до этого сделаны. Типа, на 26-го числа по Москве работают. Но в целом, блин, не ступик. Да? А мы не знали? Нет. Но в целом они уже не знали. У меня другого денечка показывают. Какого? Не знаю. Не, ну это я просто, это бизнес тарифов, когда ездишь там по тарифу бизнеса, на Mercedes или на Audi. Это оттуда вам. Там я просто в классике ездил. А тут? Я снова просто на себя не похожа. А, а тут просто эконом. И там уже без бороды ездить, а просто на сбривать. Да. Да, поэтому. Есть небольшая разница. Как классический вид одежды меняет человек? Скажите, за сколько мы доедем? Мы доедем за 7 минут. 7 минут? Плохо. Ну, да. Надо было пораньше выходить, так вот. Или не заказывать пораньше? 10 минут, за 20 минут работы вызывала такси. И не было. У меня одна 10 минут, вторая 10 минут. И вы 7 минут. И типа они отказывались, походу. Не понятно почему. А времени вообще было в обрез. Ну ладно. Чудно он. Тогда да. Тогда это странно. Тогда уже делать дело. Здесь сегодня цены завысили. Я обычно за 89 доезжала. Ну, это вот потому что нету, ну как и спрос и предложение. Типа нету машин и много заказов. Коэффициенты появляются, цена меняется, она так розовым начинает подсвечивать. У меня оно фиолетовое, наверное. Оно фиолетовое, да. Субтитры создавал DimaTorzok